Я вообще прилетел из Санкт-Петербурга. Понимаете, в чем дело? Понятно, что у меня здесь дела и прочее. Есть два вида поддержки людей. В слабости и в силе. А вот сейчас давайте выключим телефоны. Вообще неприлично пользоваться телефоном, когда мероприятие начало. Неприлично. Но большинство людей неприличные. И среди сетевиков большинство людей неприличные. Знаете, почему на рынке скепсиса работают? Почему сетевой бизнес на рынке скепсиса работают? Потому что легкий вход в бизнес. Кто хочет, может зайти. А большинство ведут себя неприлично. И людей уговаривают, убеждают, врут. Все-все. А можем мы сделать там стул поставить? Больше опоздавших не пускать. Это категорично. Я не буду проводить. Опять-таки, потому что я качественно люблю работу выполнять. А большинство людей с детьми точно нельзя. С детьми точно нельзя, коллеги. С детьми нельзя. Нет, дело не в этом. Это не для детей мероприятие, еще раз говорю. Короче говоря, вы опоздали, с ребенком, с детьми нельзя. Вы сейчас, вы опоздали вообще-то. Все, с детьми нельзя. По-моему, это очевидные вещи. Все, я прошу, я прошу больше никого не впускать. Да, 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 да. Так, внимание. Значит, давайте выключим телефоны все. 10 лет назад. Да, у меня условие выключить телефоны. Условие. Я жду. Выключили. Выключили. Вы же в театре не пользуетесь телефоном, правильно, да? Ну, вообще, я могу сказать, что 80 процентов сетевиков зануды, энергетические вампиры, не умеющие, уговаривающие, многообманывающие. Поэтому мы... И они создают мнение об этом профессии. И это хорошо. И это хорошо. Это дает уникальную возможность для экстраординарных профессионалов спокойно строить бизнес. У настоящих профессионалов конкурентов нету. А скепсис на рынке консервирует потенциальных клиентов и партнеров для профессионалов. Понимаете, да? Кто попал, а сеть не построит. Не, бывает, конечно, повезет. Поэтому, коллеги, внимание, почему я с вами сейчас здесь стою? 10 лет назад президент и основатель вашей компании у меня года два тренировался. Может быть, 6, может быть, 7 раз прошел мой тренинг. И потом он сказал, что как лидер в том числе сформировался на этих тренингах. Год назад, чуть больше, когда он нашел классный продукт и у него появилась идея создать компанию с этим продуктом, он у меня запросил индивидуальную тренировку. И мы с ним больше года назад осенью побеседовали одним часом. И после этого у у него все начало разворачиваться. За год очень серьезные результаты. И он мне осенью тоже позвонил и говорит, слушай, я хочу, чтобы ты потренировал моих партнеров, у нас стало много партнеров и так далее, и так далее. Им это будет полезно. Потому что я занимаюсь трансформационными тренингами. Что такое трансформационный тренинг? Это когда люди меняются, когда происходит необратимый процесс. После тренинга ты уже другой. Скажите мне, пожалуйста, в этой жизни нас что-то трансформирует гладко? Гладко. О, вы в Денделайн тоже? Да, да? Это мероприятие только для партнеров Денделайн, правильно, да? Я просто терпеть не могу бесплатные мероприятия проводить, потому что бесплатные обычно не ценятся. А за это мероприятие платит Денделайн. Вот. Скажите, пожалуйста, трансформация может произойти гладко? Нет. Вы согласны со мной, что изменения происходят только когда ты проходишь экстремальную какую-то ситуацию, а? Да, да. Какое-то испытание определенное, так нет? Да, да. Вот так вот. И меня сюда пригласили в компанию Денделайн не для того, чтобы я вам тут нравился и чтобы вам было удобно, а даже наоборот, чтобы я вас разбудил немножко, улавливаете, да? И чтобы у вас были результаты. Результаты. Если... Я сейчас сформулирую правила игры на эти 4 часа и предложу вам либо выбрать их, либо уйти. Договорились? Потому что я не умею тренировать людей, которые не хотят. Какие будут правила игры? Значит, у нас будет не лекция, у нас будет много практики. Это раз. Потому что лекции, конечно, это прекрасно, но лекции полно и в интернете бесплатных, замечательных. Вы согласны со мной? Не надо ходить на тренинги, куча литературы выложена и прочее, прочее, прочее. Просто мой опыт показал, что у человека есть результаты и изменения, когда ты совершаешь смелые поступки. Не просто слушаешь, как корова. Знаете, сейчас люди, как коровы, жуют информацию. Ее потоки вокруг, да? И все жуют. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Учись, не учись, дураком останешься, это называется. Умников полный интернет. А результатов у большинства людей нет. Поэтому за эти четыре часа я вам дам определенные инструменты, и мы будем совершать смелые поступки. Потому что смелые поступки – главный ключ к энергии. А энергия – это главный ресурс любого предпринимателя. За вами люди идут легче, когда у вас бодрость духа есть, так? А когда вы вампирите, как большинство людей, люди тяжелее идут. И еще я буду давать критическую обратную связь. Мы будем давать и позитивную обратную связь, и критическую. Твоя самая главная проблема, помимо того, что… Ну вот давайте я нарисую 90% населения. И сетевой бизнес тоже, собственно говоря, это срез общества. Что в обществе, что и здесь. 90% населения. Нормальные люди, посредственные люди. Все мы бываем нормальными, посредственными людьми. И вот это 5% – экстраординарные люди. Ненормальные, но адекватные. Есть 5% ненормальных, но они в специальных медицинских учреждениях находятся. Мы не будем это рассматривать. Давайте посмотрим, что объединяет нормальных людей. Первое. Поддержка окружающих в слабости. Есть два вида поддержки людей. В слабости и в силе. Вот что такое поддержка в слабости, коллеги? Пожалеть. Пожалеть, да. Он ехал издалека. Целых полчаса на автобусе ехать там и так далее. Да, да. Значит, пожалеть. Это, знаете, когда старший брат младшему все покупает. Знаете, какие истории? Например, старший брат стал успешным. И младшему, а мы же договорились без телефона. Все покупает младшему. И младший никакой. Если родители поддерживают в слабости своих детей, посмотрите, если родители содержат своих взрослых людей, что происходит с этими детьми? Мама, понимаете? Слабые. А, они слабые. А, да, неспособные, да. А очень часто родители поддерживают, потому что жалеют их, не верят в них. Мальчик или девочка, им нужно пройти испытания, чтобы стать личностями. Мы не сможем за наших детей пройти экзамены, согласитесь. А если мы будем их оберегать от жизненных экзаменов, мы будем только тормозить их развитие. Поддержка в слабости – это когда ты и денег даешь, и опекаешь, и стараешься, защищаешь, а крылья режешь. Вот так вот. Еще маленький пример, чтобы вообще поняли, в чем разница поддержки в слабости или в силе. Вот я дочку в пятилетнем, в шестилетнем возрасте учил кататься на велосипеде двухколесах. И маленькую девочку не отпускать – это поддержка в слабости. Она научится кататься, если я ее не отпущу. А почему я ее не отпускал? Боялся. За что? Боялся, прежде всего, за свой комфорт. Взрослые переживают, прежде всего, не за своих детей, а за покой в своей душе. Вы согласны со мной? Вот так вот. А вдруг что-то случится? Это же страдание. За свой комфорт. А что такое девочку в пять-шесть лет поддерживать в силе? Отпустить. И на что смотреть? Как падает, плачет, встает, снова падает, плачет. Потому что в жизни ей придется самой учиться кататься на велосипеде. Иначе она не научится. Когда, еще раз повторюсь, когда мы хотим оградить наших детей от боли, а мы же хотим. Ну, например, мужчина становится мужчиной, только пройдя инициацию через боль. Это факт? А? Да. Мужик иногда, иначе мужиком не становится. Ему надо пройти через боль. А женщина, а девочка? А ей рожать, скорее всего. От какой боли мы хотим, например, дочерей оградить, если им рожать, а? Вы согласны? Смешно? И наоборот, надо готовиться к своей самой главной боли в жизни, да? Вот так вот. То же самое с партнерами в сетевом бизнесе. Я как тренером стал. Я в 93-м году подписался в свою первую сетевую компанию. Ездил в Израиль учиться несколько раз. Там была первая школа на русском языке. В Штаты, в Германию. Там нас учили, как рекрутировать, как работать с возражениями, как продавать, целеполагание, позитивное мышление и так далее. Я постоянно посещал мероприятия. Постоянно вкладывал в эти поездки, поэтому развивался. А потом я прошел тренинги, где меня не учили, как продавать, и как рекрутировать, и как работать с возражениями. Где мне начали тренировать строить команды с окружающими людьми, открытые отношения. И я перестал. У меня была моя сетевая компания. И я перестал обучать, как продавать. Я стал тренировать людей, строить команды и с клиентами, и с партнерами. Это была большая компания. Потом с позиции жертвы у меня ее отжали. С позиции автора я сам ее отдал. И перешел чисто на тренерскую деятельность. Фрилансер сейчас. И тренирую в основном предпринимателей, даже не сетевых. Обычных предпринимателей. Ну, опять-таки, я вам рассказал. У нас с Явером Мамедовым определенная история взаимоотношений. И вот он меня пригласил настроить учебный процесс. Так вот, возвращаюсь. Вы согласитесь, спонсоры очень часто своих партнеров, дистрибьюторов поддерживают слабости. Это факт? Факт. А кто убедился? У кого есть такой достаточно большой опыт работы в сетевом бизнесе? Поднимите руку, пожалуйста. Так. А у кого вообще небольшой? А кто не поднял руку? Поднимите руку. У вас как? Или вы меня не слушаете? Не там и здесь. Не там и здесь, значит. Воздержались, да. Коллеги. Вы убедились, что когда дистрибьютора и партнера поддерживаешь слабости, жалеешь его, излишне опекаешь. Толку мало. Кто убедился? И самое главное, благодарности нет. Ты еще плохой будешь. Убеждались? Чем больше ты возишься там с человеком, тем больше он еще будет претензий предъявлять. Это все как в жизни. Если родитель предает себя ради своего ребенка, опекает, поддерживает в слабости, там и так далее. От себя последний кусок отрывает и своему ребенку. Вы никогда не дождетесь благодарного ребенка. Это факт. Будет эгоистичный, капризный и обесценивающий. Знаете почему? Это все справедливо. Потому что когда ты поддерживаешь человека в слабости, ребенок этот, партнер в бизнесе, или твоя родственница, или друг, ты у него вампиришь, забираешь жизненную энергию. Улавлено эти? Что такое жалость? Вот 90% людей окружающих жалеют. Это факт. Это привычки большинства. Жалеют. Что такое жалость? А? Что такое жалость? Это какое отношение к человеку? Вот вы жалеете, допустим. Это неуважение. Мы каких людей жалеем? Это неуважение. Каких мы людей жалеем? У кого есть подписанные партнеры? Поднимите руку, пожалуйста. Так. Вы кого-то из них жалеете? Да. Потому что у них какая-то сложная жизненная ситуация? Да. Жалеете? Да. Значит, теперь знаете. Вы у них забираете жизненную силу. А значит, и у себя. Вы их не уважаете. Вы считаете их слабыми. Вы в чем дело? И вампирите. Если ты жалеешь своего ребенка, ты вампиришь у него. Ты отнимаешь у него жизненную силу. Ты в него не веришь. Это факт. Если ты жалеешь какого-то друга, родственника. Поэтому тренируем поддержку в силе. То, чем занимаются редкие люди. Экстраординарные. И детей своих не жалеем. Силу в них видим. И партнеров своих не жалеем. Даже если у них кредиты, долги. Это у них такой жизненный путь. Это нужно им пройти этот экзамен. Наработанный. Кто-то это называет кармическим, да? У каждого свои экзамены. Уважение. Кстати, знаете, что такое уважение к старшим? Я в Казахстане с 2009 года тренирую. И, естественно, чаще всего я тут слышу про уважение к старшим. Так? Но кто согласен, что очень часто это уважение подменяется жалостью к старшим? А? Если ты жалеешь пожилого человека, потому что он пожилой, ты не уважаешь старость. Ты в старости видишь слабость. Ты в старости видишь какое-то там недомыслие или еще чего-то. Уважение это видеть в пожилом, иногда больном человеке силу заката жизни может быть. Вот этого участка жизненного пути. Улавливаете? Не все же доживают до этого момента. Поэтому уважение, напишите, пожалуйста, себе, это безжалостность. Уважение это безжалостность. То есть, что такое безжалостность? Это не значит, что там безжалостность равно видение человека сильным. Мы же сильных не жалеем, а? Не жалеем сильных? Так, а кто вам дал право смотреть на него как на слабого? Есть масса примеров, когда люди, знаете, слушайте, и в бизнесе есть люди, которые там в достаточно зрелом возрасте вдруг первый свой бизнес открыли, да? КФС, например, кто слышал? Ну да, 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 там много таких примеров. Вот так вот. Давайте посмотрим еще привычки большинства людей. Помимо того, что неуважение, поддержка слабости, что объединяет большинство людей? Отсутствие дисциплины. Вот так. Да, да, да. А, кстати говоря, я знаю только один способ, как сделать так, чтобы телефон не звонил. Нет, нет, нет. Один способ. Вот это, это... Отказать. Чуть попозже сформулируем правила игры, я вам предложу. Потому что большинство людей абсолютно недисциплинированны. А знаете почему, коллеги? Не сконцентрированы. Вот это ваша главная проблема, братаны. Большинство людей энергетические вампиры. Все? Выключили? Большинство людей энергетические вампиры, потому что они включены на 100%. Все занимаются не на 100%. Сидят на семинаре параллельно в телефоне. Или сидят здесь на семинаре, вспомнивать о детях. Когда сидишь с детьми, общаешься, ты думаешь о работе. Тебя нигде нет. Фантом, призрак. Но вы согласны, что вы редко очень на 100% живете? Да. И большинство людей. А как вы думаете, почему такая фигня в обществе? Во всем мире? Сухранистой. Стабильности нет. Стабильность это на том свете. И то некоторые авторитетные источники говорят, что и там нет стабильности. Там тоже колбасить будет. Там все только начнется. Да. Короче, потому что вы выросли в такой системе. Система во всем мире не заинтересована в том, чтобы люди были энергичные и целеустремленные. Что такое человек, который на 100% и заряжающий? Это лидер. Скажите, Казахстану нужны 20 миллионов лидеров? А земле 7 миллиардов лидеров нужны? Все рухнет. Вы согласны со мной? Поэтому системы готовят кого? Роботов. Придавленных, пришибленных, неуверенных в себе, неэнергичных. Главное, чтобы плодились. Да, да. Выполняли работу. Это во всем мире такой уклад. Чего тут об этом говорить? Но всегда есть какие-то возможности. И вспомните вашу школу. Какой процент учителей был заряжающим? Вспомните работу. Какой процент начальников были заряжающими? Не, но были же такие. Да, это редкость. Это большая редкость. Абсолютно нормально быть вампирюгой. 90% населения забирают энергию прежде всего у своих детей. Кто вебинары посещает? Поднимите руку, пожалуйста. А, вы тут уже немножко в теме, да? Ну, видели мои вебинары? Да. Поэтому 90% населения забирают энергию. И вы выросли тоже в этой системе. Потому что большинство родителей умеют переживать, беспокоиться, а не любить. Переживание и беспокойство – это не любовь. Переживание и беспокойство дают энергию? Нет. А? Нет. Забирают энергию, конечно. Более того, они еще притягивают негативные ситуации. Улавливаете? С нами очень часто происходит не то, что мы хотим, чтобы произошло, а то, что мы ярко не хотим. Как антенна. Негатив притягивает эти события. Знаете, как наш мозг играет? Наш мозг выбирает точку зрения и убеждается в своей правоте. Ваши сегодняшние результаты, они прежде всего связаны с вашими точками зрения. Например, людям доверять нельзя. Выбираешь такую точку зрения, ты всю жизнь будешь в этом убеждаться. Тебя будут окружать люди, которые будут тебя подводить. Или там деньги зарабатываются тяжело. Есть такая точка зрения? Да. Если у тебя есть такая точка зрения, что деньги зарабатываются тяжело, как ты будешь зарабатывать деньги? А откуда эта точка зрения? С детства. Да, потому что в большинстве семьи об этом так говорят. Наши родители же не знают, что они таким образом навязывают нам идеологию нищего. Не знают. Моя мама не знала, что она меня зажимала. Она меня воспитывала, как ее воспитывали. Как ее научили. А кто ее учил? Что, какие-то талантливые, супер-трансформационные учителя? Необычные советские учителя сначала в деревенской школе. Потом там, ну, в основном в деревенской школе. Чего там? В педагогических институтах учат учителей, как заряжать детей, что ли? Наоборот. Вся система построена так, чтобы в школе ребенок зажимался и был не уверен в себе. Я в себя поверил только на трансформационных процессах. Потом уже, во взрослой жизни. В школе, несмотря на то, что я хорошо учился, я учителей ни в коем случае не обвиняю. Их так обучили. Они не виноваты. Вот. А? Конечно. Конечно. И вот тоже про дисциплину. Навязывали дисциплину топорным образом. Ты должен быть дисциплинированной, ты должен быть дисциплинированной. Кому навязывали вот таким образом дисциплину? Всем. Всем, да. Тупым образом воспитываем детей. Тупым. Ты должен, ты должен. Убедились, это не работает? Да. Да. Коллеги. Прекратите своим детям или партнерам говорить, ты должен. Это не мотивирует никого вообще. Никого. Да, это вообще, это только демотивирует. Прекратите это говорить. Лучше донесите до своих детей, знаете что, и до партнеров, что ты не должен быть дисциплинированным. Но без дисциплины твой талант не раскроется. Точка. Вот. Я, например, в молодости, я думал, свобода – это можно быть недисциплинированным. В 90-е пошли, телефон, ну, ну вообще, опять, не надо, блокнот возьмите, телефоном не пользоваться, да, да. Я же не знаю, что вы пишете. В 90-е там бизнесом занимался и так далее. Я гордился тем, что я могу спать до 12, что мне не нужно вовремя никуда приезжать. Пока до меня не донесли, до меня глубоко не донесли, что дисциплина. Это волшебный инструмент, который помогает раскрыться моему таланту. Когда мне говорили, ты должен быть дисциплинированным, меня тошнило от самого понятия. Когда мне сказали, ты не должен, но без этого не раскроется талант. Я по-другому взглянул. Разница есть? А давайте, а что такое дисциплина? Быть вовремя. Это дисциплина? Конечно, пунктуальность. Допустим, ты договорился, что придешь в 10, а пришел в 10.03. Подумаешь, ерунда, но ты слово не сдержал. А можно не держать слово? Можно, конечно. Прекратите окружающим, особенно детям, говорить, нельзя нарушать обещания. Нельзя. Можно нарушать обещания. Потому что, когда ты говоришь, нельзя, это не работает. Сопротивление. Мозг не любит приказов. Но когда я нарушаю обещания, я теряю порцию жизненной силы. Улавливаете? Почему еще большинство людей слабаки? Легко обещают и не делают. Поэтому дисциплина, это помимо пунктуальности и точности. Вот у меня, например, я себя считаю талантливым человеком, но отними у меня дисциплину, мою пунктуальность, точность, мой талант превратится в копейку. Улавливается? Он ничего не будет стоить. Кто знает много талантливых людей, нереализованных в окружении? У вас, правда, есть такие? Да, ничего не хватает. Дисциплины, да. Поэтому, помимо пунктуальности и точности, что такое еще дисциплина? Это способность делать то, что я сейчас не хочу делать. Для того, чтобы получить то, о чем я мечтаю. Мне не хочется иногда ехать тренинг проводить. Потому что в основном вначале собираются в империуме, туда-сюда. У вас еще аудитория более-менее уже подготовлена. Дисциплины, тут есть лидеры, которые трехдневный тренинг прошли, и они уже доверяют, да? Вот. И мое эго там не хочет. И прочее, и прочее. Дисциплина – это способность делать то, что я не хочу. Вот я сегодня вам предложу смелые поступки совершать, и ваше эго не захочет их совершать. Улавливаете? Вот так. А еще, кстати говоря, в дисциплине я хочу вам сообщить, что непунктуальных людей не бывает. Бывают ситуации, когда вам не важно быть вовремя. Человек, который часто опаздывает, если ему сказать, 100 тысяч долларов тебе дам, каждый день, минуту в минуту приезжают. Будет он приезжать минуту в минуту? Конечно. Конечно. Почему? Важно. А здесь он не знает, что он из-за этого теряет. Почему, допустим, люди часто врут? Тоже, кому с детства говорят, врать нельзя? Поднимите руку, пожалуйста. Нет. Кто говорит детям, врать нельзя? Вы их обманываете. Нет, по факту вы их обманываете. Давайте по-взрослому. Можно врать, можно не врать, да? Есть разные последствия. Почему люди врут? Как вы думаете, почему? Кто-то больше врет. Как вы думаете, почему? Кстати, сетевики очень любят приврать. Реально. Про свои богатства. Про то, что здесь можно сразу же миллионером быстро стать. И так далее, и так далее. Сетевики много врут. Потому что сетевики – это срез общества. И общество много врет. Ничего страшного в этом нет. Хотя, знаете что? Я знал, я помню, в моей первой компании американской в 90-х, у меня были одни спонсоры, и они занижали свой доход. Они были на очень серьезном уровне. Там президентская команда, ребята из Израиля, сами из Советского Союза родом. И они говорят, когда я реальный чек показываю, встают и уходят. Считают, что я… Да, и мне, говорит, приходится преуменьшать очень сильно. Вот говорю там 2-3 тысячи долларов. Да, дверь. А когда я показываю реальный чек, а там был серьезный, встают и уходят. Есть такие сетевики, которые преуменьшают свои доходы, да, чтобы не пугать. Ладненько. Так вот, коллеги, почему большинство людей врет? Давайте не будем, еще раз говорю, по-взрослому, можно врать, можно не врать. Мы живем в мире лжи. Для других дел, а за выгоды. Есть выгоды. А какие выгоды врать? Какие выгоды врать? Оказалось, лучше показать основную цель. Что? Какие выгоды врать? Цель основную. Какую цель? Показать. Что? Лучше себя показать. Того, что вы говорите. Деньги заработать. А, обмануть кого-то деньги заработать, да, можно. Так, лучше себя показать с лучшей стороны. Еще какая выгода, брат? Не обидеть человека. Не обидеть человека, спасти какие-то отношения. Да, еще. Страх потерять отношения в голову. Страх потерять что? Партнеров. Партнеров отношения в голову. Понятно. Ну да, иногда там, допустим, человек проспал, он начальнику говорит, что он заболел. Комфорт спасти определенный, да? А что теряем? Люди врут, знаете почему? Потому что выгоды видят от этого, а потери не видят. Я когда пришел на тренинг самой чаще, там, в конце 90-х, чаще всего мне говорили, что ощущают меня в жиром. Почему? А я, кстати, был уверен, что я искренний. Мы себя очень редко, адекватно оцениваем. Я реально был уверен, что я искренний. Бамс, бамс. А мне говорят, ощущаем тебя неискренним. А почему я был неискренний? Потому что я выгоды извлекал, видел, а цены дорогие не видел. Есть же масса политиков, которые, там, богатых бизнесменов, которые, там, не очень искренни. И они много денег могут... Слушайте, можно власти получить, много денег можно получить. Вопрос, а что проигрывается? Вот, когда я увидел, что я теряю от этого, прям прочувствовал, у меня многое изменилось. Как вы думаете, а что мы теряем? Доверие. Доверие теряем. Это значит, долгосрочные отношения теряем. Длинные. Длинные. Самые экологичные деньги, это когда ты зарабатываешь за счет того, что кто-то от этого что-то выиграл. Ты выиграл, и он выиграл. Это экологичные деньги. Он проиграл, я выиграл, это не экологичные деньги. Ну, короче, коллеги, что еще, какие потери, когда брем? Энергию теряем. Однозначно. Энергии нет. Здоровье уходит. Душу свою теряешь, себя теряешь. Вот. Скажите, пожалуйста, если я не искренний, у меня есть возможность создать крутые команды? Нет. Нет, коллектив собрать можно, а настоящую команду нельзя создать. Главным образом идут энергетические потери. А что это такое энергетические потери? Когда нам плохо, когда у нас энергии нет. У вампирюк вечная нехватка. Вечная. У вампиров всегда есть нехватка энергии. А еще, когда мы врем, нам Всевышний не дает энергии. Если ты не веришь в Бога, назови это космосом. Вселенная. В моей версии мы получаем поддержку только, когда мы открыты и искренни. Тогда мы получаем поддержку. А в основном люди закрыты, неискренни, трусливые, нерешительные. И здесь можно пять раз намаз читать и в церковь ходить. Я хочу вам сказать. Толку немного. Ритуал есть, а сути нету. А гордыня вот такая. Вот так вот. Поэтому вам нужно прочувствовать. Открытость. А открытость это не идеальная система. Сейчас я закончу вводную практику. Начну. Какие есть минусы у открытости? Потому что в основном вы все закрыты. Вы в основном с людьми закрыты. Даже вот это вот. Это же защита от вампиров. И здесь, кстати, еще раз говорю. Вот чтобы, знаете, чтобы быть поменьше вампиров. Потому что я тебе сообщаю. Вампирюк счастливых не бывает. Богатые есть. Вот так вот. Но радости там нету. Потому что это такая потребительская стратегия. И там вечная нехватка. Вечная нехватка. Паразитирование. Паразитирование. И потом прилетает. Как от этого паразитирования сдвинуться? Надо сначала это признать. Что ты вампиришь. Да, признать и не бороться с этим. И уже наполовину ты решил эту проблему. Так, что там я говорил. Да, открытость. Какие минусы открытости? Говориться нужно. Допустим, я вот открыт, а здесь есть вампиризм. Это естественно. Как на любом тренинге, особенно начальном. А почему вы закрываетесь? Открываетесь. Потому что это защита от вампиров. Это защита. А мы живем в мире вампиров. Энергетических. Во в чем дело, да? Но вопрос, когда ты сам закрыт, ты кто? Ты сам. Да, да, да. Единственная возможность стать более-менее живым человеком, заряжающим, тебе всегда хорошо не будет. Я после тренингов, семинаров иногда так в себя прихожу. После вас в баню поеду. Да, я даже тапочки взял. И шапочку. Сразу в баню, да. Солью намажешь. Вот. Открытость – это уязвимость. Это ранимость. Это тебе больно будет делать. Это ты будешь разочаровываться. Вот. А люди не готовы платить эту цену. Они хотят и на елку забраться, и жопу не ободрать там, и так далее. Значит, тут надо чем-то расплачиваться. Когда ты будешь открыт, не всегда тебе будет хорошо. Будет больно. Но появляются шансы создавать крутые команды, настоящие отношения? Появляются шансы? Да. Так вот. А когда делают больно, это цена за крутые отношения. Улавливаете? Потому что если ты здесь закрыт, ты и с детьми закрыт. И с мужем закрыт, и с близкими людьми закрыт. Еще раз говорю. Сейчас вот прям осталось пять минут от моей вводной части. Правильного, неправильного в этой методике нет. Потому что разговор правильный, неправильный, на уровень детского сада. Чаша весов. Выгоды цены. Выгоды цены. Извлекаем выгоды, платим цены. Главный ресурс предпринимательных сетевика, так это точно энергия. Я думаю, вы убеждались. Когда вы на эмоциональном подъеме, люди легко подписываются. Так, нет? Когда у вас эмоционально-энергетический спад, там никто не подписывается. Еще какая привычка. А, еще такой способ быть забирающим. Включенность в любой процесс меньше ста процентов. Я вот это сказал. В основном не на ста процентов. И пассивность, нерешительность. Я вот провожу вебинары. И, конечно, приходится прям долго ждать, чтобы кто-то вышел. У меня часто просят индивидуальную тренировку. Я не вписываюсь. Говорю, это слишком дорого. Лучше в группу идите тренируйтесь. Тут компания платит. Вот, есть возможность два раза в неделю. Бери микрофон. Прикройте, пожалуйста, дверь. Вот это вот. Да-да. Бери микрофон. Кстати, я могу сказать. Это хороший урок. Будете развивать бизнес в других городах. Презентации школы. Введите этот порядок. Опоздавших не пускать. Предупредите гостей. Всех предупредите. Два-три раза сделаете это. Потом совсем другое. Дисциплина творит чудеса. Реально. Я первый раз об этом услышал от Джима Рона. Я был в Атланте, 95-й год. Лично слушал Джима Рона. Если кто-то слышал, это психолог такой во многих сетевых компаниях, крупных корпорациях работал. Дисциплина творит чудеса. Один раз это два-три раза сделаете, и все будут знать. И здесь не надо. У нас менталитет. Я 15 лет в Казахстане. Знаете? Либо мы ориентируемся на наши экстраординарные цели, либо на менталитет большинства. Я знаю и пунктуально казахстанцев, и я достаточно много знаю казахов-веганов. Так что, знаете, в жизни разное бывает. Да, менталитет. Это все. Жизнь в развитии находится. Вот так вот. Короче, коллеги. Сейчас я вам предлагаю начать практическую часть. В двух словах я вам обрисовал, в каком направлении будем двигаться. Я предлагаю вам сейчас принять правило. Не пользоваться мобильным телефоном. Потом, если пользуешься мобильным телефоном, штраф 5000 тенге, а штрафы собираете сами, и потом эти деньги направите на благотворительность какую-нибудь. Договорились? Вместе решите. Что такое нарушение правил с телефоном? Если в течение тренинга, вот если не будет специального задания, перерыв можно пользоваться. Ты схватился за него, или он у тебя звонит, включая вибрации, включая будильник. Кто будет кассиром? Я не буду вообще. Кто будет кассиром? Вы сейчас проверьте телефоны, пожалуйста. Да, да, да. Короче, коллеги, принимаете это правило игры? Принимайте. Поднимите руку, пожалуйста. Я к вашим штрафам не прикоснусь. Так. Сейчас проверьте телефоны, пожалуйста. Можно нажать, да? А? Можно нажать? Да, да, да. Так, и еще. Мы договариваемся, что... Да, еще. У нас будет перерыв через полчаса. Я прошу особенно лидеров. Те, кто опоздали в перерыв, мы их не запускаем. Они уже не в теме. Потому что уже есть богатый опыт. Они будут не в теме, они будут еще забирать энергию. Понимаете, в чем я говорю? Поэтому давайте еще договоримся, быть вовремя. С перерывом быть вовремя. Если ты опаздываешь хотя бы на одну минуту, будешь... Да, штраф, ваш банк, деньги на благотворительность. Поднимите руку, если принимаете эти правила. Да, да, да. Все, телефон лучше уберите от греха подачи. Я не хочу с вами ругаться. Если ты не платишь штраф. Если ты не платишь штраф. Ну что, уберите от греха подачи. Я не хочу с вами ругаться. А... Перерыв договорился. Договорился. Внимание. Коллеги. Если ты не... Если ты нарушил правила и говоришь, у меня нет денег на штраф, ты встаешь и покидаешь зал тренинга. Договорились? И здесь я с огромным уважением к вам отношусь. Внимание. С огромным уважением к вам отношусь. Я не жалею вас. Если я вас пожалею, ой, ладно. Такая пожилая женщина. У нее, наверное, мало денег. А она просто вот так забыла про телефон. Пожалею ее. Значит, я не уважаю старших. Что такое, я уважаю старших? Приняла правила? Нарушила? Значит, не хочет, не готова платить штраф? Уходит. Точка. Я уважаю. Улавливаете? Вот так вот. С уважением. Все. Договорились. Коллеги. Сейчас давайте сделаем одно важное дело, не выходя из этого зала, чтобы сразу поднять уровень энергии. Хотите все сразу? И почему? У вас уровень энергии поднимется сильнее, чем вот этот первый час, я вам говорил. потому что толку от того, когда вас другой человек заряжает, ноль. Ноль толку от этого. Когда вас другой заряжает. Потому что это выветривается. Это ты там чисто потребляешь. Оно выветривается. Я сюда привезу самого крутого какого-нибудь самого крутого в мире тренера. Вот он с вами поговорит. Выветрится это все. Толк, если вы будете заряжать. А вы будете заряжать, когда вы будете совершать смелые поступки. Скажите, пожалуйста, все убедились, что вы забираете энергию у окружающих? Поднимите руку, пожалуйста. Так. Давайте прямо сейчас сделаем смелый шаг. Нужно сделать покаяние с одним человеком в твоей жизни. Либо с партнером, либо со спонсором. Потому что идеальных отношений. Либо с ребенком, либо с мужем, либо с каким-то родственником. За что просить прощения? Возникает вопрос? Нет. За то, что ты не идеальный. За то, что ты не идеальный. Скажите, пожалуйста, а вот мужчина ушел. Он же не партнер, он же ушел из медбивания. Он партнер? Он как должен а как папа остался. Да и строит бизнес, да? Понятно. Как в империуме был, так в империуме и остался. Посидел, ушел. Ладно. Коллеги, внимание, внимание, коллеги, внимание, внимание. Просто, я честно говоря, это даже больше своих интересов делаю, чтобы полегче было. И вам будет полегче. Вам сейчас, просто слушать больше уже нет смысла. Вы, набор плюсов и минусов, все, все, допустим, как вас зовут? Алия. Алия. Как забираете энергию своих близких людей? Так, рассказываю ситуации какие-то из жизни. В смысле, жалуетесь? Да, да, да. Еще. Эмоции свои передаю. А можно, вы встаньте, чтобы все видели? Да, да. Еще как забираете? Это ваш муж? Парень. Как у парня забираете энергию? Парень в восторге. Наконец-то. Давай, давай, как забираете у парней энергию? Скорее всего, мне приседали, я им рассказываю ситуацию, которая у меня, у меня забрала энергию, и я автоматно не чувствую, что я у него тоже забираюсь, тем, что я ему рассказываю. Жалую вас, да. Так, еще. Тем, что прошу от него что-то, например, чтобы он там делал сервис, ну, норм. Требования определенные, упреки, да? Да. Еще. Что еще? Когда пытаюсь казаться слабой, скорее всего, тоже, наверное, забираете энергию. Манипулируете, да? Так, отлично. Отлично. Как еще? Да, ну, ясно. Когда пытаюсь, например, показать, что я в этой ситуации главнее, наверное, тоже. А, понятно, борьба за власть, это называется, да? Политикой занимаетесь, кто кого, да? Да. Властность. Слушай, она очень искренняя, согласитесь, да? Спасибо, спасибо, спасибо. Так, можно нас? Как забираете энергию у детей своих? У детей требуют дисциплины. Так, еще. Так. Ну, чтобы слушались всегда. Так, еще. Старше. Еще. Слушались. Старше слушались. Еще какое-то, я не знаю, как еще. Иногда заставляют что-то делать. А сколько? Помимо их боли. Ага. Ну, мои дети все выросли, я сейчас имею идея с внуками. Нет, сейчас я про детей ваши. А, про моих детей. Сейчас-то? Иногда контролирую. Ага. Властное, да? Есть чуть-чуть. Ясно. Скажите, пожалуйста, а вы в основном с ними, когда общаетесь, радостное или безрадостное? Вообще радостное мне всегда радует. Пока у меня норчали, если честно. Ясно. А по вашим ощущениям, она больше заряжает или забирает? Забирает, да. Ну что, мы себя неадекватно оцениваем. Я могу вам сказать, если тем более они уже взрослые, а вы до сих пор властная такая и прочее-прочее, значит, признаете, что вы больше забираете. И по моим ощущениям, общаясь с ними, вы чаще нерадостное. Нет. Поднимите руку, она очень упертая. А кто, у кого есть ощущение, что у нее эго очень большое? Эго, карты, да, 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 да. Это нечестность. Еще раз говорю, вообще-то методика называется экстрим для эго. Эго не любит этот тренинг. Для эго это неприятный тренинг, потому что у большинства людей эго слишком много места занимает. Присаживайтесь, пожалуйста. Всем есть за что попросить прощения у кого-то из окружающих, а? Всем. Коллеги, прямо сейчас, прямо сейчас. Подожди, если сейчас вы не будете на этом мастер-классе делать задания, которые я даю, толку здесь очень мало. Результатов особых не будет. Если вы хотите реальные результаты в ближайшее время, сегодня же, вы хотите результаты сегодня? В отношениях, как минимум, в отношениях улучшения, повышения уровня энергии, а не просто теория. Тогда тренируем дисциплину, это способность делать то, что я не хочу, то, что страшно. Давайте, достаем телефоны сейчас. Достаем телефон. Сейчас достаем телефоны спецзадания. Не заходим, не заходим, все, договорились, все. Тем более, смотрите, некоторые на полчаса опоздали. А что, это у вас нормально на мероприятиях? Через полчаса люди заходят, да? Давайте у нас так говорим. Включаем телефоны, да? Включаем телефон. Сейчас включаем, сейчас спецзадание. Так, включили телефон, а сейчас можете записать инструкцию на бумаге, если есть. Как попросить прощения? Сейчас инструкцию. Нужно попросить прощения. Начнем с одного. Чем больше, тем лучше. Начнем с одного. Нужно попросить прощения подробно, подробно, конкретно, перечисляя по пунктам ситуации, в которых ты был неправ. За какие-то свои минусы. Перечисляя конкретно, перечисляя свои косяки, грубо говоря. Ситуации, в которых ты был неправ. Ситуации, в которых ты проявился со знаком минус. Но дальше, пожалуйста, большими буквами. Без чувства вины. Без чувства вины. Без чувства вины. Вот сейчас открекитесь на секундочку, поясню. Коллеги, чувство вины это что? Коллеги, что ты почувствуешь вины? Каяться. Нет. Каяться можно без чувства вины. Мы-то это делаем. Чувство вины это что? Когда ты себя обвиняешь, это что? Это обида на себя. Скажите, пожалуйста, обида дает энергию? Дает энергию? Здоровье дает обиду на себя? Жрет. Поэтому ты не обязан быть идеальным. Ты родился с плюсами и с минусами, так? Минусы тебе передали предыдущие поколения. Все люди могут быть лживые, безразличные, эгоистичные и прочие. Ты родился такой. Тебе родители это передали. Поэтому мы себя не обвиняем. Кстати, если ты просишь прощения у ребенка за то, что ты в его детстве сам был неосознанный и сейчас понимаешь неправильно, некрасиво себя берем и прям себя обвиняешь, ты у ребенка забираешь жизненную силу. У себя, а значит у него. врубаетесь? Алло? Конечно. Если я жалею родственницу, жалею еще, у которой тяжелая ситуация, там у нее папа после второго инсульта в туалет не ходит и она там с ним мучается. Если я ее жалею, я у нее отнимаю жизненную силу, чтобы вы понимали. Да. Поэтому чувство вины улавливайте. Тренируем делать это без чувства вины. Ты не обязан быть идеальным. Если тут многие, кто-то проходил тренинг, кто-то были на вебинаре, но я хочу на этом сенсортировать еще раз внимание. Трагедия этого мира, знаете, в чем заключается? Почему большинство людей слабые энергетические? Потому что вас воспитывали так, что вы должны быть только плюсиком, а минусом быть нельзя. Так? Так вас воспитывали? Да. А можно быть только плюсиком? Нет. Нельзя быть только плюсиком. По природе так установлено. День-ночь, холод-жарко, искренне уживый, любящий отец. Любой любящий отец в какой-то момент проявляется жестоким и равнодушным. И мать тоже. Баланс. А когда мы говорим, что ты должен быть только плюсиком, это значит, система говорит притворяйся, будь фальшивым, будь ненастоящим. Это факт. Притворяйся. Вы представляете, как население во всем мире воспитывается? Будь лживым, фантик прокачивай. Вот так вот. Поэтому, понятно, почему без чувствовины не обвиняем ни в чем. Но, вот ключевой момент тоже, коллеги. Допустим, ты просишь прощения за какой-то эгоизм или за какую-то вспыльчивость где-то, или за то, что пообещал, не сделал. Ты не несешь ответственности за то, что ты бываешь эгоистичным, равнодушным и так далее. Ты такой, потому что тебя так воспитали, обучили. Но ты несешь ответственность, чтобы этот эгоизм не разрушал твои отношения. Улавливайте. Поэтому ты признаешь это. И самая главная трагедия, коллеги, что большинство людей вампирят у своих детей. Переживают, беспокоятся о желудке, шапку на день, образование, а энергию забирают. Потому что большинство родителей в основном безрадостные. Вы согласны со мной? Да. Переживают, беспокоятся, в этих проблемах закопались там и так далее, и так далее, и так далее. Безрадостный родитель вампирит. Поэтому главная задача маску на кого надеть? На себя. На себя. Чтобы тебе... Главная задача родителей, чтобы вам было хорошо, чтобы у вас радость была. Тогда вы будете заряжать своих детей. Поэтому... Но я вас поздравляю. Не страшно узнать, что ты вампиришь у своих детей, а знать, что у своих партнеров по бизнесу. Страшно этого не знать. Вы согласны со мной? Вот. Это трагедия. Это жизненная трагедия. Люди всю жизнь так и проживают, даже не осознают этого. Но ни в коем случае себя не обвинять. Поэтому я вас поздравляю, что у вас есть шанс проснуться и начать с этим работать. И стать прежде всего более всегда заряжающим не получится быть. Нет такой задачи. Потому что перфекционизм это вампиризм. Требование идеала. Но задача почаще. Давайте прямо сейчас смс-кой сделайте покаяние с одним из близких людей. Давайте начните со старших детей. Или там супруги, супруга, родители. Ну, там просто у кого там есть несколько детей со старшим ребенком. Прямо сейчас подробно только предупредите, что вы не заболели. Предупредите, что вы не заболели. А просто переживать начинают. Маму, что случилось? Только не надо говорить, что задание на тренинге дали. Все, давайте прямо сейчас подробно только. Не сынок прости меня за все, так не катит. Прости меня, что я часто занудничаю. Прости меня, что я требую недовольную очень часто. Какие-то конкретные вещи. Да? А как тогда что? Сейчас пока с живым, а потом с каким-нибудь. А потом напишите, я в конце проинструктирую, на бумаге напишите. сестрам? Можно, конечно. Что? Не надо, я только что сказал, не надо. написать, что со мной все в порядке, просто я созрел. Просто я созрел, хотел тебя, да, со мной все в порядке, можно еще раз написать, не волнуйся. Я не прощаюсь с тобой. Да, подробно прости мне тоже. За конкретные вещи, за конкретные какие-то ситуации, где бы были неправы. За то, как вы забираете энергию. Потому что, я могу сказать, вы люто забираете энергию. Прям люто. Я вас в этом не обвиняю. но просто как большинство людей. Потому что, в основном, вы по жизни страдаете. Страдание это вампиризм. из-дева, в основном, Мои-мои-мои-мои-мои-мои-мои. Продолжение следует... 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 а вообще на самом деле это бизнес для молодежи и для студентов том числе просто так получилось что больше людей уже в возрасте приходят а здесь и социальные сети и это свободный график и не нужно капиталы вкладывать но в этом бизнесе знаете что надо вложить все мыши телефон договорились концентрации дисциплины да 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 ну по договоренности штраф вы согласны 5000 в кассу договорились перерыв нарушили правила все прием да 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 в перерыве так на чем остановились что это бизнес для молодежи на самом деле реально здесь на самом деле сетевом бизнесе и саморазвитие необходимо потому что очень я начал над собой работать в 90-х потому что чтобы людей с собой вести нужно быть магнетично интересной личностью а для этого надо нас главные лидеры это никто не те кто умеют уговаривать убеждать и продавать хигня самые крутые лидеры в сетевом бизнесе не любят продавать чтобы вы понимали они любят над собой работать обучаться и обучать людей вот а баночки продавать самые крутые лидеры не любят они любят употреблять это все со всей семьей и продавать школы продавать систему образования продавать систему бизнеса там и вот понимаете в чем дело ясненько а у тебя есть цели сдаваем в принципе краски сейчас мне я в процессе если сейчас цель есть на сейчас на данный момент я пытаюсь краски найти нет выбирают я рекомендую тебе выбрать сейчас цель вот это получается краски стать одними стоповых поиндеров получается данной когда а поднимите руку не серьезно и не вдохновляет его цель у него нет цели кстати вот у вас партнеры подписываются шаг номер один надо с ним прояснить его цель какая у него цель потому что вопрос а сколько надо работать сначала отчеты хочешь например вот вчера был вебинар четко хочу к концу года стать президентом ну там уровень президента занять я его спрашиваю а сколько в день уделяешь бизнесу он ведь полчаса не не так не катит я говорю если ты хочешь концу года президентом это надо будет фигачить ежедневно с утра до вечера вы согласны других вариантов нет я могу сказать а знаете еще раз как зовут тимур почему цели нет потому что в институтах в школах главными не занимаются самое главное надо тренировать людей выбирать вдохновляющие цели тебе ли не мешает по жизни честно а теперь я тебе скажу лени не существует есть ситуации когда у человека нет вдохновляющей цели энергию да и вдохновляющей цели а теперь вот сформулирую о чем ты мечтаешь обозначить сроки полгода год как будто это уже произошло но реальная реально если честно на данный момент я очень сильно хочу в краске больше узнать про свою специальность я очень хочу больше узнать специальность хочу больше узнать как раз таки в принципе как можно и помочь себе помочь ли конкретно он говорит нет вообще не конкретно это абстрактное какое-то желание измеримый результат это все пустой базар цель любая краткосрочную стать или долгосрочную но измеримую пока это все абстракция вот понимаете чем в институтах занимаются а на первом курсе надо сразу а какая у тебя по жизни цель а какая у тебя цель в этой профессии . не подсказывать нет смысла просто он не виноват ни в школе ни в институте этим не занимаются потому что системе не нужны миллионы целеустремленных людей это уже лидер скажи о чем ты мечтаешь вообще какая машина когда когда реально коллеги подсказка это поддержка в силе или слабость но это ваша привычка да 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 он же не в школе я не учитель ему не надо получить пятерку сейчас понимаете чем дело но наверное будет сказки в следующем году возможно вдохновляете нет не верит короче слышу давайте дадим тимуру обратную связь готов да видно что он очень приятный парень у него очень приятная энергетика видно что он умный вежливый деликатный такой образованный но не целеустремлен не конкретный вы согласны со мной вот чем чем она занимается поделите руку если она его пожалела он не нуждается вашей жалости она на него как на ребенка посмотрела без уважения он не нуждается нет нет у него отличный потенциал но он не заточен по цели вдохновляющей цели нету поэтому вот а все это можно потренировать сколько тебе лет 21 год вся жизнь впереди да да а представляете если он станет более конкретным и целеустремленным вообще какая жизнь у него может произойти вот поэтому посмотри лень всегда когда нету четкой вдохновляющей цели у тебя ее пока нет понял спасибо спасибо большое кто следующий кто хочет сюда следующий ну давайте а если смотрите а развитие со зрительным зале очень слабое медленное развитие хочу вам сказать люди растут вот здесь с микрофона в руках сетевик становится лидером становится на сцене они в зрительном зале да выходите кстати внимание сетевиков много но большинство из них ни хрена не делают я хочу вас успокоить конкурентов мало подавляющие большинство они имитации занимаются и нерешительные и спят и активные сетевики пользуются тем что большинство спит и занимают лидерские позиции так с дочерью сделала результат это первые покаяния сделано сколько дочери лет 30 а как скажите мне пожалуйста имела смысл прийти только ради этого чтобы впервые за 30 лет у дочери попросить прощения извините вход закрыт извините пожалуйста а коллеги имела смысл только ради этого прийти да а большинство людей уже это и не делают никогда ладно результат какой на уровне ощущений вы почувствовали чтобы дочку зарядили прямо она удивилась кстати что такое харизматичный лидер это лидер который умеет удивлять но удивлять приятно не харизматичный лидер предсказуемый улавливаете родитель тоже мы зарядили да а сколько вас еще детей а понял надо теперь это у старшей сделали надо теперь и у младшей будет попросить место у вас бизнесе деда лайн какая цель когда мы давайте начнем с того что директор я должна закрыть на 8 марта а сейчас какой у вас статус менеджер директор концу марта 8 марта 8 марта вдохновляет кто ощущает что не вдохновляет поднимите руку воду . что вдохновляет . что она не верит 8 марта а еще вот это должна это плохо звучит да 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 закрою нет я буду просто мнение надо не меня смотри вот смотри коллеги больше вы безразличны друг другу и вы к ней безразличны как вас зовут еще сауле сауле и вы имеете право на равнодушие сауле для кого она незнакомый человек поднимите руку пожалуйста и все нормальные люди безразличны чужие люди это нормально это нормально но я хочу вам сказать вот если ты сейчас слушаешь и тебе наплевать на нее у тебя не идут серьезные энергетические потери ты у себя забираешь берешь выбираешь что она тебе важна и вы тренируете инструмент ключ к энергии знаете какой внимания к другому человеку лучший продажник тот кто некрасиво говорит а внимательно слушает клиента там и так далее обидно что кстати у нее есть лидерские качества видно видно что она упертая умеет не сдаваться там с характером и харизма есть там и так далее и так далее вот но я ощущаю что гибкости не хватает не наш конфликтный такой характер да ну любите правоту свою отстаивать обязательно вот вы 4 февраля полетите в алмату на мероприятие 5 6 7 на тренинг планировали не планировал значит если вы хотите консул закрыть или допустим серьезный этот самый прорыв а кто здесь трехдневный тренинг прошел поднимите руку пожалуйста но это дискомфортно было но можно сказать что произошел необративный процесс то есть уже вот это не вернулось уже но это испытание 5 6 7 это настоящее испытание и для для партнеров денделайн цена небольшая всего лишь 100 тысяч тенге а вообще на рынке вот у меня организаторы с нового года 220 тысяч у меня трехдневный тренинг стоит это это недорого если взять результаты за три дня 26 часов мы там тренируемся там команда там среднем 30 человек и там не лекции там критику получаешь от всей команды сам даешь критику до экстрим настоящий поэтому я вам рекомендую 100 тысяч на что они улетают бог знает на что съедаются я вам рекомендую безотлагательно пройти этот тренинг потому что потенциал есть вот с этим поработать да спасибо оцените сейчас ваши аплодисменты от 0 до 100 процентов вы тоже что продемонстрировали что вы вообще не слушаете людей я вас сейчас не просил поаплодировать а а что я вас попросил сделать оцените а вы нихрена не слушаете людей сколько было в первых сколько 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 на сколько процентов первые аплодисменты были это знаете о чем говорит это ваша жизнь я уйду а вы в этой жопе останетесь быть включен вот это ими вот это вот что это такое это имитация здесь вы аплодируете на 10 процентов дома с близкими на 10 процентов общаетесь на работе на 10 процентов в бизнесе на 10 процентов а результатов хотят все сто процентов знаете почему еще скепсис по поводу сетевого бизнеса потому что большинство неудачники как в любом бизнесе потому что нужно вложить энергию стопроцентную включенность обучаемость методичность настойчивость посещение всех мероприятий а большинство же не готовы это вложить правильно да большинство не готовы же к делу на 100 процентов отнестись поэтому они пополняют ряды неудачников а при этом всем сообщили что он начал заниматься бизнесом новым окружу кстати кто обратил внимание окружающие за вами слежку установили и спрашивать ну как там твой но когда как вы думаете чего они ждут да они же когда вы скажете не получилось ничего плохой бизнес вот поэтому обратите внимание ваша проблема не в том что люди у людей денег нет или еще чего-то это все фигня это бизнес я могу сказать что в пандемию люди поднимались очень круто по телефону ваша проблема в том что вы живете на 10 процентов занимаетесь имитацией кто следующий горячий . коллеги да сейчас будет перерыв час как вас зовут буржан вы в дендолайне да да партнеры да отлично отлично давно два месяца два месяца есть промежуточные результаты до наставник а до этого был сетевой опыт вы вместе с девушкой занимаетесь бизнесом это супер потому что семейные пары там очень круто большой опыт успеха есть сетевом бизнесе в прошлом или нет больше нет но я могу сказать что это серьезная профессия потенциал есть давай сначала для начала еще раз как зовут бауржан баур да твоя цель задавали моя цель если брать реально допустим на полгода то закрыть директора закрыть директора кто сейчас вдохновляет его это поднимите руку да 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 видите в глазах энергии есть и уверенность есть ясно сейчас сколько партнеров первой линии в первой линии около десяти даже больше кто сколько из них активничает активный двое нормальная статистика абсолютно нормальное явление ясно да сейчас с кем сделал покаяние пока я не с братишкой с братишкой за рамками обычного раньше так у него не просил раньше не думал не за что а сейчас увидел что есть за что и результат какой на уровне энергия энергия адреналин классно лёгкость лёгкость вот 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 видно что у него крутой потенциал до молодой красивые видно что он добрый искренний парень вот добавить огня только правильно да и все огонька и знаешь я могу так сказать что барьеров на пути в любом бизнесе полно сильно преуспевают в любом бизнесе только четыре процента потому что большинство людей сдаются не концентрируют коллеги знаете что такое но для кого до новый бизнес поднимите руку пожалуйста новое дело так недавно начали это как ребенка вырастить детище новый проект это детище и чтобы ребенок начал хотя бы ходить ножками сколько нужно кормить его ежедневно грудью ребенка и вниманием сколько нужно кормить ну года полтора точно есть настроение нет настроения вы согласны со мной а почему бизнеса не получается знаете почему потому что берешь детище значит недельку покормил на школу сходил зарядился потом жена заболела муж заболел настроение упало начальника то нет раз ребенка на неделю и не кормишь его что происходит с детищем если ребенка на неделю бросать умирает потом заново заново с нуля значит если реально не находитесь в иллюзии если вы реально хотите результат ближайший тем более что командная компания молодая гарантии нет а возможности есть согласны со мной а возможности есть значит ближайший год полтора коэффициент полезного действия времени очень дорогое сейчас потому что бурно развивается сеть вы это знаете да города отключаются ниш много свободных сейчас время дорогое фигачить конкретно вот а для этого а что а чтобы было энергетика фигачить посещение мероприятий посещать посещение различных мероприятий это заправочная станция потому что вы вы работаете с негативными людьми по самом так они не к вашему бизнесу плохо относятся они к жизни плохо относятся и они складывают свое мнение о любом деле на слухах вот видно что умный адекватный парень да да там отлично скажи мне пожалуйста а есть за что попросить прощения у твоих партнеров а за что как ты забирал тоже коллеги у кого из партнеры подписаны важный важный вопрос не только как у близких забираю энергию а как ты забираешь у своих партнеров энергии требовательны и свою мораль убеждения вкладываю в них и требую ну как бы да требую от них и когда ты их требуешь они как реагируют скорее всего давлю убеждениями и они этот сопротивляются сопротивление окажется вот а вот а на уровне энергии ты не заряжаешь их на уровне энергии больше забираешь или заряжаешь как думаешь интересно непонятно вроде заряжаю но я не знаю люди можно это да да иллюзии в основном вот когда ты вот когда он про требования говорил прям чувствуется он прям так зануда да вот это вот вот но у него шикарная черта он принимает критику без обид да и сразу сдвигается потому что у него тут любимая девушка сидит я ему даю критику что вот когда он так говорит он как зануда он в обидке не ушел и сразу же стал энергичным вы согласны со мной и легким обратная связь критическая она сдвигает например на трехдневном тренинге там же очень много там в конце второго дня каждый получает критику от каждого и это в течение двух часов длится и это очень позитивный момент не страшно узнать про минусы страшно про них не узнать минус который мы себе не осознаем управляет нашей жизнью минус который мы осознаем мы начинаем управлять у тебя весь есть потенциал больше смелости решительности спонтанности огонька а то ты становишься таким слишком академичным таким улавливаешь да и лучший пример для твоих партнеров не наставление вы должны а энергетика и новые результаты кстати 50 процентов усилий на посеять новое 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 из как новых 50 процентов усилий поливать помогать тем кто уже подписан это как два весла самый лучший твой пример для твоих людей люди не подписываются вон я вот только что подписал еще трех согласен смелых шагов побольше и я тебе рекомендую на перерыве сейчас сделать покаяние с двумя своими партнерами а готов даешь нам слово да да и все спасибо давайте поаплодируем я желаю вашим паре занять лидирующие позиции в компании и чтобы когда-то мы встретились на таком международном мероприятии сейчас перерыв я вам предлагаю сделать практически на перерыве я вам предлагаю дать слово мне чтобы с двумя людьми еще сделаете покаяние обязательно кто-то из партнеров или с партнером или со спортом по бизнесу сами решайте кто готов дать слово на перерыве с двумя сделать покаяния поднимите руку пожалуйста выше-выше-выше молодцы молодцы значит сколько нужно давайте дадим полчаса на перерыв за 10 минут вы сделаете два покаяния а если вы не будете делать покаяние тут делать нечего толку здесь но надо вам делать покаяние давайте 4 ладно сейчас 14 38 давайте в 15 0 5 по посту ли на одну минуту опаздываешь 5000 тенге штраф помните 15 0 5 все полетели